Всем привет! Снова видео про то, как выкручиваются производители на просторах Беларуси и России. Пока наши в ступоре, МАС решил все вопросы с европейскими и американскими комплектующими. МАС решил все вопросы. А давно ли вы слышали что-то конкретное про замену европейских и американских комплектующих от наших автозаводов? Но все сидят, будто воды в рот набрали. Чтобы оценить ситуацию, достаточно пробежаться по заводским страничкам в соцсетях. Все что угодно, только не перспективы производства. Единственное, что говорят, мы работаем над решением проблемы и делаем все, чтобы не останавливать выпуск техники. Похвально, конечно, но дилеры в один голос уверяют, что получить сейчас, например, новый российский автобус достаточно сложно. Зато МАС буквально на днях отрапортовал о поставке техники в Санкт-Петербург. Причем не о какой-то там мелочи в виде пары десятков автобусов. Речь идет о контракте на 900 машин, которые должны быть закуплены до 1 июля текущего года. На первом этапе должно поступить 300 единиц. По модельной конкретике нет, но вроде как речь идет о газомоторном исполнении. Партия из 50 единиц была передана питерским перевозчикам 29 марта. В их числе 9-метровый МАС-206-945 и 12-метровый МАС-203-945, работающий на жижном метане. Также МАС-203-C46, рассчитанный на сжатый метан. Те, кто занимаются пассажирским транспортом, в курсе, что фишкой автобусов МАС было тотальное использование немецких и американских комплектующих на основных позициях. В середину нулевых годов на МАС устанавливались только моторы Mercedes-Benz, коробки передач ZF или Allison, это автоматы, оси и мосты ZF. Собственно, именно за это их и любили перевозчики. Ситуация стала меняться лет 5 назад, когда Mercedes-Benz начал поговорить об отказе от газовых моторов Евро-5, которые использовали белорусы. В итоге МАС вынужден был искать подстраховку в виде китайских двигателей Weichai Power, работающих на метане. Но про дизельные версии никто особо не задумывался, немец всех устраивал. Все в одночасье рухнуло в прошлом году, когда немцы обрушили на Белоруссию санкции и поставки моторов, коробок и мостов прекратились. Используя складские запасы, МАС продолжил сборку автобусов, но параллельно активировал работы по переходу на китайские моторы. Благо, хитрые американцы как-то невнятно ввели санкции и коробки Allison все же поставлялись. Окончательные комплектующие перестали попадать в Белоруссию с введением нового пакета санкций этого года. Но было уже поздно, минчане успели подготовиться. В рамках заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Санкт-Петербурга, МАС презентовал антисанкционную модификацию своего низкопольного автобуса второго поколения МАЗ-203-047. В моторном отсеке теперь прописалась китайская рядная 300-сильная шестерка VHI Power VP7300E51, отвечающая экостандартам Евро-5. В паре с ней будет работать опять же китайская шестиступенчатая гидромеханическая коробка передач Fast Gear FC6A145RB. Вместо портального моста ZF, который используют многие низкопольники на МАЗе, теперь стоит китайская альтернатива Handexel. Правда, на 100% неясно, будут ли данные моторы ГМП завозить из Китая, или все же сборку этих моделей наладят на совместных предприятиях МАЗ-ВИЧАЙ и ФАСТМАЗ-Быстрый МАЗ. Пока озвучен второй вариант. Для белорусов они предпочтительнее. Они смогут активнее участвовать в тендерах на территории России, которые завязаны на соблюдении необходимого уровня локализации и производства ЕАЭС. Да, остается открытым вопрос, как покажут себя китайские ГМП и мосты, которые на МАЗе до этого не пробовали. Смогут ли они соответствовать по надежности функционалу немецким и американским моделям, которые призваны заменить? Если ориентируется на поведение моторов VHI Power и МКП Fast Gear, в том числе и белорусского производства, вопросов быть не должно. В любом случае, МАЗ-203047 это готовый продукт, который перевозчики смогут заказать уже сейчас. Теперь ждем, чем ответят ЛиАЗ, Нифас и Волга БАЗ. Возможно, у них все же есть хоть какие-то конкретные варианты. Ну, то есть автобус МАЗ будет с механической коробкой, водитель будет дергать ручку, как раньше, переключать, дергать. Лучше бы, конечно, чтобы это был автомат. Сейчас везде на всех автобусах автоматы, даже женщины работают. Я вижу, много женщин работают водителями автобусов в Москве, по крайней мере. Ну, комментируйте там, лайки, дизлайки. Спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok